У нас уже знают, уже не отходят даже от этой квартиры. Уже сюда даже примчалась. Вчера накормила, ухи чешутся у тебя. Тебе надо что-то купить. Не знаю, лекарство надо купить, наверное. Ушное тебе. Чешутся ухи. Мяу. На, Ваев все видит и орет. На, 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 на. Ушел, Ваев. Чего ты не идешь за ним? В квартиру нельзя. Ладно, беги давай. Во дворе солнце, она там не спит сейчас солнце. Здесь спит. Здесь перед дверью спит. Это странка. Хитрая какая. Лисица. Ну, уши чешет. Ах, болят уши. Мяу. Мы с Ваевым приехали в налоговую. Налоговая там, стоялка здесь. Здесь надо все обходить. Ну, ладно. Пройдемся пешком. Не все на машинах кататься. Ай, ай, ай. Кто-то меня выкусил. Ай. За ногу. Комаров у нас в этом году в Греции очень много. Кто едет, так что берите с собой. Если нет, то здесь купите такие штучки. Змейки такие, которые поджигаешь. Конечно, они выгоняют комаров. Обязательно. Раньше я вам не говорила. Надо было раньше сказать. Очень много таких комарчиков, которые кусаются. Вот. И у нас здесь делают этот самый круг кольцевое. Ну, круг вот этот вот кольцо, да. И вся дорога здесь закрыта. Вот эта центральная, которая у нас. И объезжать надо. Так что, кто едет в Волос, будьте осторожны. Ну, это видео выйдет поздно. Потому что впереди целая куча. Вы видео пересмотрели. Вот, смотрите, что здесь делается. Какие-то пошли яхнут, на. Вот здесь, видите, что делается. Здесь все разбомбили. На. На, на. Ики, ики. Олайки, да. Все, все поставили здесь. На. Опа, как он разворачивается. Вот так вот. Все, прохоровая. Я вам снимаю, дорогу не смотрю. Здесь можно убиться. Будем пойти к рельсам. Фу, вылетит. Росик всегда подвешу. Вон, что здесь делается. А я вам тут снимаю. То, что не положено. Здесь дорога. Вот так вот будет. Вот наша налоговая. Я сменила паспорт, а в налоговую у меня не сменены документы. Надо эти дела. Смотрите, как подчистить газон. Здесь красиво. Здесь новогодние. Новогодние карусели у нас обычно идут. Видите, как здесь красиво. Ледом парк такой. Без деревьев. Вот. Ладно. А здесь не чистят. Цветы растут дикие. Здесь этот самый парк от этого самого. От. Ставмутрэну. Ставмутрэну. Это. Железнодорожная станция. И мы идем. Куда идем мы с мужичком. Большой, большой секрет. Вот такие вот дела. Все. Взяли мы бумаги. Камера работает. Я увольняла телефон. Если я пропаду, значит у меня телефон сломался. Снимать не на что. Большую камеру таскать не охота. У нас жара. Ну давайте. Здоровье. За ручку держитесь. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Здорово. Здорово. Здесьreas идем. Здорово. Я думаю, сколькоですか. Взял. Взяли Eskimo Where? Не знаю. Взял ян jest паркинг. Взяли firearms! kart. Работ integration. Взяли breathing. Взяли wife п eth辰оверы. Пол together. Все, нам еще надо зайти здесь, заверить документы и все. Такая жара, девочки, мальчики, что язык на бок высовываешь как собачка, вот так, и дышать нечем, особенно где на дорогах, где машин много всего, много, вообще обалдеть. И вот так вот, и такая атмосфера тяжелая, прям аж. Сказали бы мне уехать в деревню на море. Блин, такая жара, приехали в Лидом? А? А паля автос? Ай, что, халло. Продают цыган на эти самые дворники и спрашивают сколько стоит машина. Так, мы пели сегодня кальмаров, сейчас я сделаю в красном, ну, с томатом, с томатом, с помидорным соком, с сальци, сальци называется, здесь говорится. Жара страшенная, ужас. Кондиционер работает, чуть-чуть окна открыли, ветерок чуть-чуть дует. Если бы ветерок не дул, вообще бы, наверное, можно было бы умереть от жары. Извиняюсь, что показываю вам вот эти вот прелести. Ну, без них никак нельзя. Мы закупились чуть-чуть в Лидоле и поехали. Уже здесь в машине уже минут 20 здесь, выехать не можем с этого перекрестка. Там дорога делается и всех отсюда посылают. Машина стоит. Сидели, курили. Один выбросил. Гопа называется. Гопа – это окурок. Выбросил, второй выбросил. Вот. Сюда, вот сюда, на дорогу. И кто-то мне пишет, что древние греки, культура греков. Древние греки. Попробуй в Германии выброси. Я думаю… Не знаю. Напишите в Германии, как вы с этим делом о Франции и в Англии. Опа. Нажал на тормоза. Как вот с этим делом? Ай, кинетон. На, кинетон, подождите. Короче, сегодня в 6 часов вас повезут две кровати в деревню с ребятами на… Ну, здесь называется «Фортигаки». Такой открытый… Открытая такая машина. Сзади у них такой этот самый… Опа. У нас пропустил мужичек. Этот самый. И поедут отвозить кровати. Конечно, дорого кровати купили. Ну, что делать? Мы проехали по нескольким магазинам. Посмотрели. Еще раньше ездили. Цены знаем. Афина покорена. Да? И этот самый… Ух, собака. Собаками в Генстудромо. Собака не выходи на дорогу, сказала. И это… Что вижу, то пою, короче. Давайте так. Мое такое, знаете… Резкое мнение по поводу… Грязи, да? Не то, что грязи. Девчонки молодые идут. Шорты сейчас носят такие… Сплетни греческие. У нас тепло. У нас жарко. Все девчонки раздетые. Все наружу. Везде все наружу. Животы. Детики. И даже… Как сказать… Чуть ли не… Все там… Вместе взятое. И вот, знаете… Такие вот… Ляхи вот такие вот… Шорты до такой степени отстрижены, что даже вот там вот… Промеж ног вот такое расстояние. И вот это вот все идет… И те рьется… 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 Но я понимаю, что она красивая. Ну то стройная, да? Но ведь… Как это неприятно смотреть. Мой сидел и говорит… Ну… Ну… Спрячь чуть-чуть… Ну… Спрячь чуть-чуть… Девчонки… Она так посмотрела… Так… На дверь… На нашу машину… Ох… А другая… Сидят две девчонки в баре… И сидят две… Курят… Ну прям… Ну вот… Ну прям… Знаете… Вот со стороны посмотришь, да? Когда курит человек… Аж… Ну девчонки молодые… Прям аж противно становится… Теперь будем лекция про курение… Ой… Пошу гануть сигары… То есть ты и ладо… Тесре евро пакета… Тесре евро пакета… Пошу… Пошу… Хрязайте… Энн пакет… Энн пакет… Энн миродио… И полеки три пакета… И маниодис… Короче… Четыре евро в день на одного человека… Если курит… Человек сильно – полтора пакета… Если человека два курит в семье… Это… Два пакета… Сигарет… Ну… Две пачки я имею в виду… Да? 4 евро это на одного человека. Давайте будем считать вот так вот. Простой счет на месяц. Вам надо. Пошу фелит 4 евро ты мина и от сигара. 120 евро и от сигара. Если два человека. А не на дью. Я кости саранда. Это такие. 300 евро если муж с женой курит. Если один курит. Считайте. Оп китрину проловенешь. Вот. Ты длади ту хрону Ваю. 1000. 2600 евро. Моно я цигара. 3600 евро. Моно я цигара. Сказываю. Это 3600 евро в год. Только на сигареты. Алья. И парке халестропус. На капнизиз. Ке? Легите трака. Легите на άλλу капниз. Дозьма цигару. Ксехас от пакету спит. Алья. Си олес. Опоте. Камя дикария цигара. Алья. Алья. Есть другая дорога. Кто-то курит. Дай. Говорит мне сигарету. Я забыл дома. Называется трака. Дай сигарету мне. Я покурю. Это называется дзаба. Дай сигарету. Вдумайтесь в это число. За 10 лет вы прокурите 36000 евро. Здесь в Греции. Если в семье курит муж и жена. За 36 евро. Ти μπορούμε να агуражουμε в Греции 36000 евро. Алья. За 30 лет вы можете купить хороший дом в Греции. Квартиру. Агуражем у нас дома. Спитаке. Ки μετά молез ПЕЕГЕКЕЙ када СТАЦИТАКЕ. АПУКАНАМ МИНА ПЕЕРЕ ФОЧИАТО СПИТИ. КЯМЕНЕ. ХОРИС СПИТИ. Ага. Он все понимает qué повыше. В прошлом году он сказал вам, что Giuseppe не переносил 70 лет, и这个 день сгорел. Он говорит, я не расстраиваюсь Это на том, что я не курил Купил я себе дом Но если честно, вам говорит 36 тысяч, вдумайтесь 3000 евро в год За 3000 евро в год, что вы можете себе купить Здоровье Это самое первое Что у вас будет Более И все остальное, что можно купить На 3600, муж и жена Если один, считайте 1500 евро в год Если один вы курите За 20 лет Не курение 36 умножьте на 2 Это будет 72 тысячи евро 20 лет 72 тысячи евро Вы прокуриваете Вы выкидываете Вы делаете кого-то богатым Потому что вы свои кровные деньги Отдаете этим людям Которые вам продают эти сигареты Вонючие Которым вы портите здоровье Которым вы портите здоровье Окружающим В вашей семье Портите здоровье Вашим детям Портите ваше здоровье Своим мужьям Если они не курят Или с женам Которые не курят Тот, кто не курит Страдает больше, чем те Которые курят Реоходящиеся рядом с вами Но если вам наплевать на них То естественно Ваше здоровье Превыше всего Вдумайтесь Если вы живете Вам 20 лет И вы хотите купить себе Квартиру или дом Ваша квартира Будет вам стоить В месяц Если вы купите квартиру За 50 тысяч евро И ваша квартира Будет стоить для вас Сущие копейки в день Те же самые 4 евро Которые вы тратите На одну пачку сигарет Вот сколько будет вам стоить Ваш дом За ваши 15 лет жизни Вы просто вдумайтесь В свои цифры То, что вы выкидываете И кого вы делаете богатыми И что вы теряете Здоровье, деньги Вот что такое сигареты В следующий раз Сидя за сигаретами Вы вдумайтесь В то, что я вам сказала Все те, кто курит И кто смотрит мое видео И кто смотрит мое видео Передайте это Слова мои Другим Те, кто курит Вот так вот И у кого есть стресс Берите хотя бы Что-то такое Ну, например Этот самый Ногти погрызить Они все равно растут И они бесплатные Ну, хотя это некрасиво Вот такие вот дела Так что вот увидимся Про сигареты Дальше про унижение того Что он на тебя курит На тебя дым идет Никогда себя не унижайте Какой бы национальности Другой человек не был Какой бы там он Древний Древний грех Или древний там Итальянец Древние рации Там каких-то китайцев Или японцев Или всего остального Когда у вас Этого самого Кто-то сидит Ну, куда ты несешься? А что, как? Вот Такие вот дела Ладно Телефон у меня Телефон у меня Не Телефон у меня горит Я выключаюсь Включимся в следующий раз Несколько вопросов Сразу вам на плечи И вы бы готовите Называется здесь Турлу Турлу, кажется Все овощи Еще сюда нам Помидоры будет добавить Картошку Лук Чеснок Эй Что, сильненькие Кабачки Не помню еще что-то Но все, что есть Которые овощи есть Сейчас я их сделаю Ну, не все, конечно Вот это вот Понемногу Наверное, надо красные-красные Добавлять Ну, вот эти помидоры Хватит Вот такой вот Кабачок Хватит Кабачок Или как он называется Синенький Не знаю, как еще Короче, как Это подарили ему На рынке Оказывается Мне купил их А эти И кабачки Столичка Ну, что Если много брать Он много выйдет Вот И картошечки Лук Чесночок И я отвечу на вопросы Мне спросили Люда Почему ты пакеты можешь Молочные Это в деревне Блок был Столько чесночка Хватит мне Потому что Пакеты мою Кто заметил В моих видео У меня в пакете Стоит Пакет стоит на балконе Знаете Скажите мне Скажу я вам Синий пакет Вот Такого цвета Туда я складываю Все Что у меня Идет на переработку В лице Есть такая вещь Переработка Ну, переработка Бумага Бутылки Всякое такое Я складываю Все это В пакет Потому что В волосе У меня Вот тут Рядышком За домом Бачок Для переработки Мы тут Быстренько Выкидываем А там Мне надо Скакать на параллель Искать этот Бачок Чтоб выкидывать А я их собираю Там в мешок Все это дело Чтоб это все дело Не воняло Не завоняло Потому что Мешок этот Две недели Я собирала Этот мешок И то он Почти был Неполный И Потом Выкидываю Вот соберу В большой пакет Чтобы не Оттаскать Мне по маленькому Пакетику Каждый день Куда-то там Когда идешь Гулять И забываешь Про этот пакет Маленький А прям Вот выкину Вот этот большой И все Поэтому я мою Все мою Все банки Все промываю И чтобы у меня Это не воняло В пакете стояло Да чтоб жуки Всякие Вот такие вот Вонючки Не залазили Не дай бог Еще тараканы Приползут Еще что-нибудь Еще в деревне Я их все это дело Мою И складываю туда И потом Выбрасываю Эти Большой уже пакет А каждый день Таскать по маленькому Вот такому пакетику Не наберешься Таких пакетиков А сейчас в Греции За все эти пакетики Надо платить Я не знаю Два цента что ли А от двух центов И выше В супермаркетах Поэтому Мы не покупаем У нас есть Мы купили специальные сумки Ездим в супермаркет Теперь с сумками И в эти сумки И складываем Наши продукты Которые мы покупаем И у меня этих пакетов Вот таких Вот только с рынка Вот приносят иногда У меня таких пакетов нету Поэтому мне сейчас Не выгодно Бегать Покупать продукты Для маленьких С маленькими пакетами И туда складывать И их выкидывать Я собираю все В большой пакет И выкидываю Здесь волосы Я собираю Вот в этот красный В этот красный пакет И все выкидываю Ваясь вчера все выкинул Вот у меня почти пустой Он висит Я опять соберу Чуть-чуть Пойдет И опять выкинет А в деревне у меня Я собираю в пакет И потом тоже выкидываем Вот Ну все Я нам объяснила Сейчас я буду делать Кармары Ой Кармары Фрапсова Здесь написано Фрапсова Фрапсова Это двоюродные братья Кармаров Я уже много раз говорила Она намного толще Кармаров И у них чуть-чуть Как-то Они Не знаю Ну И те и другие вкусные Вот Такие вот дела Эти уже порезанные Сделанные Очень так легко Готовятся Кто будет в Лидоле Вот такой вот Покупайте Он стоит 9 евро Вот этот пакет Не знаю сколько здесь 700 грамм Вот здесь написано Видите Кто приедет в Грецию Не покупайте Какие там Кармары Неизвестные Потому что Они Не все здесь Тоже вкусные В Греции Вот Такие вот дела Так что Ладно Я начинаю готовить Потому что У меня Вайс уехал С ребятами В деревню Отвозить кровать Мы же купили кровати И он уехал Отвозить Сейчас уже время В 6 часов Он должен был быть там А он только уехал И у нас жара Иисусветная жара Девочки Мальчики Я умираю Этой жары Как вам не знаю А мне вообще Вон 34 градуса 34 градуса Это с ума сойти Жарище Вот Крытый балкон Как будто у тебя Из духовки идет Идет жар тебе Вчера раскроила Вчера или когда Во вторник Я раскроила Сегодня уже среда Вчера раскроила И до сих пор Не могу спуститься А сегодня бегали По налоговой Бегали по документам Бегали по всему Пока я пришла Полы вымыла Утром машинку Зарядила Пока ее вытащила Здесь Костаса Душ ему делаю Полотенце висят В комнате его разобрала Здесь темно Ладно Бросил тапки свои Пришла к нему Его любовь Милина Так А кто не знает Милина Это подружка Костаса Живет рядышком Что-то написал Здесь Повесел На телевизор Вот Ну и А у нее вчера Был праздник Они вчера праздновали Она их угощала Сладостями И Вчера был праздник Марины Ее зовут Марина По крещению А ее все Зовут Детки Милина Так что Вот Ее зовут Марина Такие вот дела Так что Вот так Вот и я Сейчас пойду Белье развешу И притащу Остальные фрукты С другого холодильника Все Увидимся Я объяснилась Да? Объяснилась? Нет? Не знаю Поняли Не поняли Ну вот так Как-то Так Я пока замочила Сюда свои Эти самые Синенькие Добавила Еще чуть-чуть Кабачков Помидорку И картошку С этим самым С луком Принесла Мне надо сюда Перец У меня нет Сейчас пойду Быстренько Куплю В ларке Перец И петрушку Вот такое Блюдо Вкусное Это все Чистите Режете Миленько Выкладываете В утятницу Наверное У вас Утятница Называется В России Здесь называется Гастро Такая фигня И все Это тушится В духовке Час Масло Туда Соль Перчик Красный Перчик Можете Острый Перчик Добавить И все Это постное Блюдо Делается Увочное Ну я не знаю Наверное у нас тоже Такое же есть Блюдо Ну вот Побежала я за перцем Девчонки Мальчишки Увидимся Пришла в большой магазин На дороге На центральной Наш магазинчик Закрылся Возле дома Сейчас куплю перчик Один красный Два зеленых Пришло Пришлось заталиваться В большом магазинчике На центральной дороге Тут надо будет Теперь домой Бежать Думала Быстренько Сбегаю В наш магазинчик А тут Все закрыто Чего-то Здесь налей Грязи Целая куча Вот Сейчас приедет Пельмяница Сейчас приедет Пельмяница И Смотрите Какое красное Платье Классное Шикарное Это из Вышитая ткань Как она по-русски Называется Кожа Не знаю Забыла Не знаю Забыла Магазин Здесь такой У них будут Эти самые Кристины Малую будем крестить Помните У меня Пельмяшка Выходила Замуж Редила девочку И вот Она Привезет Приглашение И будем Будут Кристины Вот Такие Была А я бегу Домой Надо успеть Я думала Успею Быстренько В наш Бегать Должна В 7 часам Была Прийти Но Пришлось Далеко Бежать Спортом Надо Заниматься Вот В этой Маленькой Церкви Вот Эта Маленькая Церкушка Параклес Называется Параклес Называется Церкушка Есть Икона Святой Марины И Вчера В понедельник А нету свечек Поставить Ну ладно Поклонимся Божьей Матери Ирине Давайте Поклонимся Божьей Матери И побежим Дальше Домой С Богом Поехали В деревню Повезли Наши кровати Вот так вот Лебятишки На большом Большой машине С водителем И Костас Здесь Гуляет я прибежала успела купила овощи все пошла готовить он федора федора курицаки девочка которая в медлене в пятницу не уезжают они не хотят на что просто здесь не хотят ехать с мамой в деревню в пятницу поедем потому что коста сказал что мы в пятницу поедем не хотят уезжать без коста с детки ужас она девочка здесь заявила а мы с костом подходим друг другу мария тоже подружка так вот у них тут скандалы листья на мелом видите сегодня ветер был падают вот эта фигня все надо двери мыть надо двери мыть все надо мыть а были с этими налоговыми везде все ничего не успеваешь приходишь домой в обед в два в три часа с бумагами носиться надо оформлять мне паспорт был не переделанный тоже носились сегодня везде еще завтра будем налоговой носиться до пятницы все успеть сделать так неохота здесь оставаться еще надо здесь все во дворе убрать приехали во дворец трава выросла у цветов все везде за за мусор и на листья падают все чистить так что я купил на рубль 40 на евро 40 на улицу выходить днем неохота жарищи на прямом солнце там все 60 градусов вот петрушки такой пучок огромнейший видите три перца таких три перца таких вкусно ой как петрушка запахла вкусно и перец такой вот и сейчас это все я помою порежу и буду духовку засыпать пакетик ничего не взяли за этот вот маленький овощной супермаркет приходится платить это я сейчас сюда складирую в ящик к себе и буду готовить начинать все ребята уехали время ого 7 часов и приедут в 11 ночи вечера ладно давайте увидимся даже не сделала для вас что мы купили в джабу что я купила в маркете в этом в лиддале что купила в икее в лерой мерлин ничего не сделала прямо нет времени даже вот даже даже продохнуть сегодня вот улеглась в постель такой степени уставшая в понедельник у нас такой удачный день был мы все успели даже бумаги в мэриево деревню у вас успели взять которые нам надо было уже давно взять все никак не могли и вот буду делать еду что делать теперь чеки пошли видеть они маленькие их семечек нету не больше всего такого этого самого мякотки поэтому греки любят вот такие мелкие кабачки пошли в нашу в нашу нашу еду короче чуть ли не прослезилась пришли детки наши кремяшки принесли нам проспестили девочку нас зовут елена мария и кристины будут 29 вот такой бабу неру нам принесли потом открою а здесь приглашение тут я показывать не буду так сам что здесь пишется все что имена ладно уж вот не буду да вот так вот приглашение принесли такие вот дела и клубиния здесь для нас и вот такой еще пакет красивый это все было в этом красивом пакетике еще по стандинам что принесли печеньки как шоколадки подарок гостинцы такие вот вещи это применится его любимая пельменица от сестры у вайса он ее очень любит она с детства ну здесь росла у бабушки мать же с его жила вместе с вайсом и она здесь с детства жила вот в этом доме и с ним с ним здесь с бабушкой и самая такая пельмяшка которая выросла у него как отрезала ребятишки пришли порезала я уже перчик и у меня чеснок идет на распродажу потом лук а потом помидорки помидорки здесь стаканы ребятишки пили воду потом я буду чистить кто не любит кто не чистит помидорки так крошить а я порежу вот так вот их вот так вот и обдам кипятком чтобы корочку снять с помидорочек и потом картошку почищу там все мне разбросано так что некрасиво вот здесь только красивый цвет получается красная купила перец это для цвета чтобы красивое блюдо получилось цветное кто не любит и не хочет цветное блюдо делайте просто зеленый перец лук чеснок картошка пошли сюда тоже очень даже прилично улеглись и все сейчас буду обдавать кипятком помидоры и резать классного глаз петрушечка и помидорчики вот так вот они чистятся классно разрезаешь чуть-чуть обдаешь кипяточком и потом обдираешь ну здесь я вырезала то вот это вот цветочек где расцвел цветочек у помидорки когда наросла и сейчас это тоже порежу и добавлю еще сок томата химодомата сибектумена это густой сок томата и потом маслечко перчика солили поперчили посолили добавили сока масло любого который вам нравится и посмотрим что получится баклажанчики тоже пошли сюда в ряд теперь мы это все дело баклажанчики крошим так вот крупненько все остальное крошим миленько да потому что баклажаны если их покрошить мелко например вот как вот этот кусочек да когда они все это истушится будет кашица баклажанная они очень нежные овощи и их надо крошить крупно чтобы хоть видеть в тарелочке что это баклажан а так они развалятся и будут как кажется так я теперь поперчу красным перчиком люблю такую паприку потом посолю и вот этот перчик сейчас накручу здесь чили всякие перчики у меня и посолю посолю но посолю это сколько вы хотите и добавляйте масло сверху любое какое вы хотите ну как говорят греки булику булику это значит не жалея сколько можете сколько вам нравится вы можете чуть-чуть добавить то не любит маслечко кто любит добавляйте чтобы не только вода здесь было где-то в тарелочке прощупывалась маслечко и вот это все надо будет перемешать не жалея булику греки любят такое слово вали булику добавляй не жалея много солим и в духовку горячую нагретую в духовку или нагреваемую до 180 градусов закрывая крышкой вашу утятницу ставим в духовку так я еще сок не добавила сок еще томата добавлю потому что мне нравится что было бы было чуть-чуть красновато такой знаете вот и все это надо перемешать естественно все я вот так перемешал воду я жены добавляю поэтому я посолила чтобы овощи дали дали воду так у нас здесь масло и овощи в овощи эти все уварятся не смотри что их так много если кто хочет добавляю водичку просто для того чтобы показать что можно добавить но потом будет много воды и отправляем в духовку все это перемешанное все это с маслечком с солью с перчиком посолили перчим добавили сок и в духовку до 180 градусов нагретую и увидим что получится одно блюдо засунули засунули и нет не засунули поставили в духовку извиняюсь а то опять скажет неграмотная ладно теперь будет пришло время готовить фрапса на кальмары кальмары я купила вот такие вот в лидоле 700 граммовая пачка стоит где-то 9 евро кто будет лидоле покупать очень классные кальмары я же вам говорила в начале видео лук чеснок порубленный соль перц по вкусу оливковое масло растительное масло подсолнечное кукурузное какой хотите и томатный сок нам нужен будет томатный сок любой густой томатный сок петрушка здесь для вида лежит у меня в прошлом блюде я использовала ее зажариваем лучок чесночок добавляем томатную пасту солим перчим и в конце добавляем перед тем как выключить добавляем кальмары кальмары очень быстро готовятся я не буду их варить в этом скороварке а прям вот так вот чуть-чуть резиновые пожуем вот такие вот дела и кальмару у меня будет рис рис отдельно конечно варится я буду его в сковородке быстренько на быструю руку типа как типа казана да так сварила рис быстренько с чесночком и все чисто рис как здесь говорят вредес этот рис называют промытый на друшлаке по-гречески вот перевести как с греческого они такой рис как вот на плов и так его промывают и подают уже промытым уже как гарнир вот такие вот дела все показывать это блюдо не буду как и буду готовить потому что показала вам то целое увидимся на моем канале ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить наши все следующие видео и естественно смотреть все другие видео которые были перед этим видео скоро мы завтра у нас опять тяжелый день девочки мальчики не знаю когда я буду поливать цветы убирать во дворе у нас здесь построили какую-то фигню возле дома рабочие нагадили на свинячили цемент мусор все остальное приехали мы сюда и тут такой развал и измученные с беготнёй совсем-совсем все вот что значит декларация народная устала ох устала я всем пока и увидимся извиняюсь за мои прос как сказать жалобы всех любим всех целуем всем позитива добра и счастья здесь как меня соседка любит сейчас увидите она свой добор весь вымола вымола дорогу и все у меня здесь под моим балконом подметает почищает грязь всю сегодня как назло нет ни одной машины здесь а здесь тогда здесь вообще нельзя даже пройти здесь проехать трудно машины стоят и она у меня все убрала какая у меня соседка моя любимая так вот видите вот так вот как хорошо когда мне такие соседи есть хорошие вот живите хорошо со своими соседями там дети носятся играются детишки наши попрощалась с вами но я не потерпела показала мою соседочку соседочку вот хочу сказать вместо стучу делаешь мне хотят давай спускайся будем убираться в два я готова и сегодня вот она говорит ну ладно и вот видите что сделал убрала у меня прям все при домом помела вот так вот такие у меня овощи получились запеченные в духовке смотрите как вкусно вкусно и вкусно и классно летние блюда с овощами но я знаю что у нас тоже такое есть кто забыл я вам напомнила кто не знал я вам сказала делайте кушайте всем приятного аппетита у меня приехал муж время 10 часов и надо кормить его как раз подоспела это блюдо у меня всем пока и увидимся на этот раз точно пока